МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и дневной выпуск информационной программы Республика в студии Юлия Важенина. Будущее отечественной науки и промышленности глава Чувашия обсудил с молодыми учеными Республики. Молодые люди рассказали Михаилу Игнатьеву о том, как ведутся научные исследования и разработки в учебных заведениях и организациях, показали свои проекты. Юрий Бычков, молодой ученый, работает на предприятии Бреслер и преподает на кафедре в ЧГУ. По его словам, чувашские предприятия электротехнического кластера уже давно заслужили хорошую репутацию. Но чтобы и дальше это направление экономики развивалось, необходимы не только финансовые вложения. По нашей специальности в Чебоксарах людей много, специалистов, у которых и научная база есть, и с практической базой проблем тоже нет. Но не всегда удается их привлечь в университет. То есть и денежный вопрос, и вопрос с организацией работы тоже стоит. Бывает так, что человеку выгоднее на одном рабочем месте, чем поделять время и ездить в университеты, преподавать. На встрече подняли вопрос и о развитии пищевой промышленности. Ирина Ершова, председатель Совета молодых ученых и специалистов, кандидат технических наук, рассказала о новом производстве, которое становится актуальным с точки зрения импортозамещения. Кроме производства элитного сыра, нашим проектом и Российским Союзом сельской молодежи предусмотрено производство шоколада без всякой химии. Чувашия может стать второй Швейцарией по производству элитного шоколада. Мы планируем обучить как минимум 100 семей. Начнем с сельской молодежи. Но необходимо поддерживать не только тех ученых, которые развивают производство. Фундаментальная наука тоже требует вливаний, чтобы студенты не уезжали в разные города. В Чувашии учреждены 8 государственных молодежных премий в различных областях науки и техники. Литература и искусство. Размер каждой 50 тысяч рублей. Ежегодно тысячи молодых специалистов разных сфер экономики достаиваются специальные стипендии главы Чувашской республики за особую творческую устремленность. Из них около 100 человек – работающие молодежь. В республике несколько десятков предприятий, которые в рамках своей деятельности ведут научные работы. Согласно последним данным Чувашстата, почти 1300 человек занимаются разработками на предприятиях. 13 из них – доктора наук, 72 – кандидаты наук. Ученые республики ведутся исследования по более 200 направлениям технических, естественных и гуманитарных наук. Созданы 85 научных школ. Вы в своей жизни добились определенных успехов уже и еще стремления у вас есть. Вот это сокровище нашего общества, сокровище ваше. И эти достоинства вы должны только дальше, будучи уверенным в себе, в своих силах, еще подбатривать своих коллег, друзей, для того, чтобы они тоже подтягивались за вами. Тем более у нас приоритет нашей государственной политики направлен на то, чтобы вкладывать инвестиции в умы, через эти умы производить новый продукт. На встрече наградили победителей республиканского конкурса среди молодежи «Лучший бизнес-план инновационного проекта по созданию продуктов биоиндустрии», а также вручили денежные сертификаты за научные разработки в области сельского хозяйства. Глава республики пожелал победителям конкурса, чтобы все их разработки были востребованы. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. Столица Чувашии принимает гостей из более чем 30 городов и регионов. В эти минуты начинается общее собрание членов Ассоциации городов по Волжье. А с утра участники собрания отправились на экскурсию по Чебоксарам. Малые архитектурные формы, парковка во дворе, организация вывоза мусора. Первым делом гости столицы ознакомились с комплексным развитием микрорайона Садовой. Кроме всего, у нас на первых поэтских улицах двухуровневые парковки. Уже там, уже построено. Вот по этой улице уже построено. Ход строительства жилья для переселения граждан из аварийных домов особо интересовал гостей. Мы давно знаем Чебоксары. Саранские Чебоксары соседи. Соседи это всегда больше, чем кто-либо. Но Чебоксары всегда славились чем еще в советские времена? Благоустроенностью, своей архитектурой. Всегда были некие изюминки в строительстве. И всегда Чебоксары ставились в пример по жилищному строительству. И вот сейчас мы смотрим и убеждаемся, что все-таки традиции живы. Более того, они очень хорошо развиваются. Мало в каком городе сейчас России, это точно могу сказать, вот ведется такая комплексная застройка жилья. Но и что очень важно, здесь комплексно решаются вопросы вот какого характера. Везде проблема из проблем, это подводящие сети. Здесь нашли возможность решить эту проблему, выделяет регион. Значительные суммы, это очень важно. И плюс участие в федеральном бюджете. У нас тоже это делается много, но не в таких объемах. Я считаю, это очень правильно, потому что инвестор идет. И за счет того, что регион помогает своими средствами прокладки строительства сетей, удешевляется стоимость квадратного метра, что очень-очень важно. Но и вот это, конечно, вообще впечатляет. Я еще раз говорю, я в последнее время на моей памяти такого не видел. Есть чем учиться. Еще одной темой, интересовавшей членов Ассоциаций городов по Волжье, стала социальная инфраструктура. Поэтому гости республики отправились в детский сад номер 203. Живой уголок, интерактивная доска, сенсорная комната и многое другое. В общем, в детском саду Непоседы созданы, пожалуй, все условия для развития детей. Нам очень приятно еще раз в очередной раз приехать в город Чебоксары. Сегодня у нас будет совещание Ассоциации городов по Волжье, где будем вырабатывать единую политику. Строение вот тех задач, которые поставлены на повестке дня. Очень приятно, что вот мы посетили ваш новый микрорайон, что вы подходите, очень интересный опыт, что комплексно один хозяин построил жилищный фонд, все социальные объекты. И вот, допустим, вот этот очаровательный детский садик, который предприниматель построил и администрация уже у него выкупила. Это очень такой положительный опыт, который, я думаю, что пригодится и в нашем регионе. Полигон твердых бытовых отходов, реконструкция проспекта Ивана Яковлева, подземный переход, детская и спортивная площадки в сквере журналистов. Все это также не обошли своим вниманием члены Ассоциации городов по Волжье. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Как нейтрализовать возникающие угрозы в информационной сфере? Сегодня обсуждали на заседании Координационного совета при полномочном представителе президента России в по Волжье. Его провел помощник полпреда Александр Давыдов. Члены Координационного совета проанализировали, насколько эффективно поволжские регионы обеспечивают безопасность, создавая государственные информационные системы. Особое внимание было уделено ресурсам, разработанным на так называемых облачных технологиях. На заседании разработали рекомендации по совершенствованию процесса подготовки и повышению квалификации специалистов, курирующих вопросы защиты информации. Глава Чувашии Михаил Агнатьев отметил, что Республика эти проблемы решает эффективно. На Координационном совете обсудили и процессы взаимодействия работодателей и образовательных учреждений, которые готовят специалистов в сфере информационной безопасности. 2015 год глава Республики объявил годом Константина Иванова. В этом году отмечается юбилей 125 лет со дня рождения Чувашского классика. В честь этого события на Красной площади в столице Республики прошел митинг. Отдать дань памяти великому классику Чуваши отправилась и наша съемочная группа. Митинг превратился в настоящий национальный праздник памяти чувашского поэта. Желающих сказать доброе слово о вкладе автора бессмертной поэмы Нарспи, о его нелегкой жизни, нашлось немало. Это писатели, почитатели чувашской культуры и гости из ближайших регионов. Константин Иванов для нас очень значимая фигура, потому что, во-первых, мы гордимся тем, что он родился на нашей земле благодатной. И для нас очень значимо, потому что наши чуваши, они очень активные, очень талантливые люди. И мы гордимся тем, что у нас самая крупная диаспора за пределами Чувашской республики находится. 107,5 тысяч чувашей. И поэтому, конечно же, Константин Иванов мы чтим, помним, чествуем. Строки из Нарспи знают представители более 70 национальностей. Поэма была переведена на несколько десятков языков мира. И во время торжественного митинга можно было услышать некоторые из вариантов перевода. Возложить цветы к памятнику поэта прибыл и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он высказал слова восхищения творчеством Константина Иванова и прочитал одни из самых известных строк из Нарспи. Все те мероприятия, которые мы будем проводить в республике, в Чувашской республике, те мероприятия, которые будут проходить в республике Башкортостан, они оставят свой хороший добрый след. Для того, чтобы люди любили землю, любили окружающих, любили своих друзей, уважали старшие поколения. Константин Иванов хотел этого. Его имя в наших сердцах всегда будет живым. В завершении митинга на Красной площади прошло гашение марки Константина Иванова. А после в Чувашском драмтеатре состоялось торжественное собрание. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Александр Петров, Олег Якимов. Республика. Театр носит имя классика чувашской литературы. Рядом с храмом искусства памятник поэту. Деятели литературы и искусства, писатели и литературоведы, гости из других регионов, говорили о творчестве Константина Иванова, актуальном даже спустя столетия. В Чувашии проходит акция «Дети и безопасность». Сегодня в рамках акции воспитанники Кугейской школы-интерната побывали в Чебоксарском речном порту, где детям рассказали, как правильно вести себя на водном транспорте и надевать спасательные жилеты. Встреча с речниками завершилась прогулкой на теплоходе по Волге. К особым детям нужен особый подход. Ежегодно линейное дело МВД на транспорте проводит встречи с воспитанниками специальных школ-интернатов для детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Основная наша работа это, конечно, профилактика безопасности. Так как наши объекты это железнодорожный транспорт, речной порт и аэропорт, мы проводим такие экскурсии в преддверии летнего сезона, в преддверии Дня защиты детей и знакомим ребят с работой речного транспорта. И чтобы им было интересно, это все проходит у нас на теплоходе. Ребята здесь надели на себе спасательные жилеты, все примерили, им рассказали о берах безопасности на воде. Вот такая наша работа. В принципе, основная это профилактика детского травматизма. С воспитанниками Кугейской школы-интерната постоянно работают волонтеры и представители самых разных профессий. Такие встречи вне стен школы необходимы детям для их адаптации в обществе. Сегодняшняя поездка детям очень много даст в плане поведения себя на воде. Мы очень даем тоже много разных правил по технике безопасности на дорогах, на улицах, дома, как вести себя в общественных местах, транспорт в том числе. И сегодняшняя поездка это будет один из тех мероприятий, одним из тех мероприятий, которые тоже им расширят кругозор. И я думаю, надолго запомнится, как себя вести на водном транспорте и на воде. Знакомство детей с правилами поведения на воде и водном транспорте было наглядным. Малыши сами примерили на себя спасательные жилеты, познакомились с устройством корабля и посмотрели обучающий фильм. Чебоксарский речной порт сделал своим маленьким гостям подарок – прогулку на теплоходе по Волге. Товарищ капитан, скажите, пожалуйста, часто приходится возить такого необычного пассажира? Да, я бы сказал. Бывает? Бывает. Бывает такое. А ощущения какие? Больше ответственность на вас сейчас лежит? Ну, дети, дети есть, дети же. Сегодняшний урок под открытым небом надолго запомнится детям. У них остались самые яркие впечатления от знакомства с новыми для них правилами. Нам сегодня показывали теплоход. Я умею надевать спасательный жилет. Теперь буду соблюдать правила, как вести себя на транспорте. В преддверии Всемирного дня защиты детей 1 июня воспитанники школ-интернатов посетят много интересных мест. Сегодня в рамках акции дети посетили Чебоксарский аэропорт. Александр Гаврилов, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах состоялось первое судебное заседание по делу бывшего заместителя главы администрации Чебоксар по вопросам архитектуры и градостроительства. Напомним, что в 2012-13 годах Александр Анисимов, предоставляя льготы и преимущества подконтрольной ему коммерческой организации, создал условия для незаконного изъятия из муниципальной собственности земельного участка. На участке, принадлежащем седоводческому некоммерческому товариществу, строительная фирма начала возведение пятиподъездного многоквартирного дома, в то время как разрешение имелось лишь на строительство двухподъездного здания. В результате противоправных действий нанесен ущерб бюджету города Чебоксары на сумму около 1 миллиона 700 тысяч рублей. Ваши участки где здесь? Вот это участок. Эти участки выкуплены все уже? Нет. Эти участки ваши все проданы. Земли общего пользования пока числятся за нами. Земли общего пользования, поймите правильно, земли общего пользования для того, чтобы вы могли их использовать соответственно с целью и значением. Так, у вас есть решение? У меня ничего нет. А тогда зачем? Как их могли изъять без решения? Решение, о чем мы хотим? О том, об изъятии этих земель. Оно же просто так не изымается. Не изымается, оно в аренде у вас. Оно не в вашей земле, а городская земля. А как, если даже оно у нас в аренде, почему без нашего согласования строится на наших землях? Подождите, это не ваша земля, это городская земля. Так оно у нас в аренде пока. Она у вас в аренде, но она уже в аренде. Так согласовать с нами надо или нет? Вам направляли, вы не согласовали. А как кто направлял? Кто? Никто. Ни одной бумаги. Кроме того, чиновник, препятствуя трем организациям-застройщикам, привлекал подконтрольную ему фирму к подрядным работам при строительстве трех многоквартирных домов. На первоначальном этапе расследования уголовного дела по ходатайству следователя судом в отношении Анисимова была избрана мера пресечения в виде залога в размере одного миллиона рублей, в том числе в целях возмещения причиненного ущерба. Также по ходатайству следователя судом был наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на две квартиры, долю в двух квартирах, три гаражных бокса, а также долю в земельном участке, расположенных на территории города Чебоксары. Особо важное сообщение. Внимание! 23 мая этого года пропала заслуженный работник культуры Чувашии Майя Андреевна Карачарского. 25 мая ее видели около Северного рынка. Она направлялась в сторону улицы Кривого. Майя Андреевна была одета в розовую ветровку, светло-серые штаны и черные резиновые сапоги. На вид ей 70 лет документов при себе не было, страдает болезнью Альцгеймера. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Майи Андреевны, просим позвонить по телефону В Чувашии завершилось масштабное антитеррористическое учение. В рамках мероприятий отрабатывались действия силовых структур по пресечению террористических актов на особо важных объектах. 27 мая в Чебоксарах проведен завершающий этап антитеррористического учения. В его рамках группа условных диверсантов осуществила захват заложников на одном из объектов топливно-энергетического комплекса республики и выдвинула политические требования. В Чувашии незамедлительно приступил к работе оперативный штаб под руководством начальника управления ФСБ России по Чувашии Сергея Сафронова. Им было принято условное решение о введении в Чебоксарах особого правового режима и проведении контртеррористической операции. Оперативным штабом была обеспечена безопасность населения, спланированы и осуществлены конкретные действия по пресечению теракта и обезвреживанию вооруженных преступников. Считаем, что цели тактик специального учения молнии достигнуты. Я, как руководитель учения, в целом положительно оцениваю результаты учебной конкурсистической операции. В завершении учения Сергей Сафронов поблагодарил руководителей силовых структур и органов власти республики за слаженную и эффективную работу. Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям предупреждает о том, что на территории Чувашии установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха может повыситься до плюс 30, а в выходные до плюс 35. Погода изменится только к середине следующей недели. В одном из кинотеатров Чебоксар состоялся не совсем обычный показ фильма. Кто стал его зрителем, узнаем в следующем сюжете. Стандартные ряды кресел, приглушенный свет и фильм на экране. Этот киносеанс может быть похожим на сотни других. Но его главные отличия – это зрители. Слепые и слабовидящие жители республики. Тифлокомментирование помогает инвалидам по зрению увидеть происходящее на киноэкране. Такие фильмы показывают в Чебоксарах нечасто. На этот раз на сеанс собралось около 60 человек из городов и районов Чуваши и всех возрастов. Кинопоказы, стифлокомментированием, часть проекта «Лучи добра», который реализует Чувашское отделение Всероссийского общества слепых и Союз добровольцев России. Это очень хорошо. В нашей стране это только набирает обороты и развивается. Уже много десятков фильмов уже есть с тифлокомментариями. Сейчас как раз в Госдуме обсуждается законопроект, чтобы фильмы, которые попадают в Госфонд Российской Федерации, тоже делались обязательно с тифлокомментариями. Были доступны для незрячих, а также, чтобы делались они сурдопереводом. Проект реализуется несколько месяцев, но уже дает результаты. В его рамках проводятся различные семинары, туристические слеты, культурные и спортивные мероприятия. Все это помогает инвалидам по зрению чувствовать себя комфортно в современном мире. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Пока это все новости. Я с вами прощаюсь. Итоги дня подведем в вечернем выпуске программы Республика. Редактор субтитров А.Семкин